МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем всех, кто посетил нашу гостеприимную мастерскую. Добро пожаловать в нашу уютную компанию. Мы рады, что ближайшие полчаса вы решили посвятить просмотру очередного выпуска нашего тележурнала об уютном и комфортном жилом пространстве. В первую очередь, разумеется, вас ждет экскурсия в жилой интерьер. Знакомство с такими реализованными проектами дает возможность вам понять, насколько многогранен мир интерьерного дизайна. Согласись, эти экскурсии не выглядели бы полными, если бы их не представляли сами разработчики. Ведь именно дизайнеры дают нам массу идей и делятся кучей полезных советов. Вот, кстати, сегодня интерьер представляет Олег Башмаков. У него свое собственное, всегда интересное видение домашнего окружения. И, кстати, его интерьеры всегда выглядят законченными и стильными. Но что касается сюжета, то некоторым телезрителям после его просмотра может показаться, что он особого отношения к обустройству жилья не имеет. Может быть и так, но дело в том, что он презентует журнал, в котором этих советов тьма тьмущая. И не случайно этот журнал, аналог нашего телепроекта, вошел в структуру казахстанского представительства Буси. Да, действительно, тематика нас объединяет. Я думаю, что эта информация пригодится нашим телезрителям. Я предлагаю начать. Что ж, мы и наш генеральный партнер торгового комплекса «Армада» не позволим скучать всем, кто собрался в данный момент у экранов своих телевизоров. Итак, приготовьтесь получить получасовую порцию полезной и интересной информации на тему создания уюта и комфорта в своих домах. Не переключайтесь. Генеральный партнер программы «Торговый комплекс «Армада». Рубрика «Парат интерьеров». С удовольствием представляю вам всем известного Олега Башмакова. Твои работы неоднократно уже звучали в нашей программе. И сегодня ты нас удивляешь нестандартным таким подходом к планировке и вообще к созданию данного интерьера. Ну, надо сказать просто, что застройщик создавал этот объект как офисный центр. И естественно, что для нас это определенные были проблемы. Ну, я думаю, мы с ним исправились. Сейчас вы убедитесь в этом. Ну, начнем раз в прихожей мы стоим. Значит, это прихожая классическая зона. Вообще, стилистика квартиры, в общем-то, такая тоже неоклассика, будем ее называть такая. Ну, все равно это классика. Вот, соответственно, здесь колористика, материалы, дерево там и все остальное. Значит, здесь у нас что находится? Сразу при входе гостевой санузел, небольшой, вот, но с полным набором сантехники. Значит, здесь еще великолепный есть одежный шкаф. Вот, это абсолютно тоже индивидуальное изготовление. Мы долго морочились, какого цвета его сделать. Сначала думали, раз уж у нас тут вся мебель такая, миланский орех, так называемый. Но потом почувствовали, что это будет слишком тяжелое, тяжелое большое пятно, и поэтому решили его сделать вот в белой патине. Она так списалась, вписалась и списалась со стенами. И теперь, вот, скажем, эти двери, они абсолютно смотрятся самостоятельно. Шкаф как бы вписался прямо в стены, в интерьер. Нужно сказать, что создавалась, да, ну, почти в большинстве стоим вся столярка, она по эскизам. То есть это прорисовывалось именно вашей компанией. И вот здесь вот эти вот рисунки витиевата, ну, это классика, как уже ты сказал, где-то дублируются, потому что сделали акцентами, вот лепку я смотрю на противоположность. Ну, на вот таких вкусных штучках. И вот этот шкаф эскизы делал непосредственно наш знаменитый Франко Франк, который всегда присутствует здесь, но его мы почему-то не видим. Достаточно нам большое внимание уделили вот в зоне прихожей. Мы уже сказали о том, что это индивидуальная вещь. Здесь большое зеркало вполне логично, на расширение работает, но еще и создает вот эффект. Ну, в общем-то, во-первых, зеркало очень вещь просто утилитарно нужная, да, то есть ты при выходе из дома можешь полюбоваться, хорошо ли ты выглядишь. А второе, как ты правильно заметила, визуально довольно расширяет, ну, ровно в два раза получается, как бы, ощущение такое расширение пространства. А давай сразу, наверное, да, вот передо мной, перед моим взглядом вот эта замечательная арка. Я знаю, что изначально как-то предполагалось ее немного вынести, но тем не менее, логичный вариант, что вот так вот великолепно. Ну, об этой арке можно долго говорить, но самое главное, это, во-первых, центр композиции, то есть это самая архитектурная деталь в этой квартире. Это тоже, опять же, Франко Франц наш постарался. Ну, шикарно смотрится, при этом дополнительная подсветка, вот эта вот все классика собирает воедино, наверное, ту сторону и эту. Теперь, вот, я так понимаю, что, как бы, делится градация интерьера общественной, там, домашней, и первая препятствия, с которым вы столкнулись, ну, опять же, что сыграло вам на руку, потому что благородненько. Ну, во-первых, очень интересная архитектура и архитектурно получилось, потому что такое ощущение, что мы даже как будто, ну, как-то в загородном доме, что ли, вот эти ступени за нервы не отдают. Ну, а на самом деле это вынужденная была вещь, ну, иногда бывает то, что нам мешает, нам начинает помогать. То есть, мы потом в продолжении покажем, расскажем, за этой стенкой находится кухня, которая там никаким боком не предполагалась, и нам туда, естественно, нужно было протянуть все коммуникации. Профессиональный взгляд поймет, где тут, что про нас проходит. Ну, в данном случае появились вот эти ступени, это вход в детскую. Так, ну, вот логично, на подъеме, да? И вот он спуск, он приводит нас в детскую комнату. Здесь коммуникации, сменилась такая временная, да, вот смена напольного покрытия. Почему? Ну, во-первых, ковролан очень теплый, уютный материал. У этого подиума есть еще одно назначение, то есть, если к нашему маленькому хозяину придут гости, они здесь великолепно могут присесть. Будет просто тепло и уютно сидеть здесь. Вот я должна заметить и обратить ваше внимание, то, что геометрия абсолютно вот вся ломаная, столько углов, да, и поэтому приходилось, скорее всего, задействовать каждым. Но это могут только мастера, потому что я бы, например, не придумала, что платяной шкаф можно поставить на этом месте. Для молодого человека здесь и будет и верхняя одежда, и аксессуары, и здесь отдельное помещение для, там, сезонных вещей, там, какие-то там свитера и прочее, да. Ну, и, собственно, сама комната по себе, она небольшая, но, в принципе, достаточно организованное рабочее место. Ну, вот даже мы старались не придерживаться каких-то классических там форм, там, прямолинейных и прочих, тем более, что, по большому счету, это опять было вынуждено. Нужно было делать перегородки, чтобы они приходили как раз в место, где нет окон. А я уже сказал, что в силу того, что это изначально строился как офисное помещение, стен практически нет, сплошные окна. Ну, в данном случае что мы имеем? То, что просил наш заказчик, то, собственно, мы и получили. То есть, есть у молодого человека рабочее место, где он может там учиться, читать, там, на компьютере работать. Есть вот такой диван, на котором можно тоже посидеть, поддохнуть. Но он еще и раскладывается. То есть, получается огромная такая двуспальная кровать. При этом, очень удачно, мне кажется, опять же, экономия пространства, потому что комната небольшая. Вы за диваном организовали вот именно вот эти вот ниши, полки, которые просто не обходят. Абсолютно, причем тоже, как сказать, я говорю, то, что нам мешало, то нам помогает. В данном случае вот здесь проходит колонна, одна и вторая. И поэтому эти ниши, они как бы вроде сами собой получились. И тоже, чтобы, ну, как-то комнатка и так маловатая. Вот такой нашли ход сделать, значит, стеклянные фасады. И там еще разместить свет, потому что это, ну, проверено, это как-то все равно визуально добавляет объема. И потом комната еще обживется, мы должны сказать, да, что появится еще больше аксессуаров. Вы оставили такое разнообразие ребенку, чтобы дальше он сам придумывал. При этом ты когда говорил о том, что очень много окон, поэтому пришлось особое внимание, мне кажется, уделять текстилю. Я хочу обратить ваше внимание, что здесь продумана, да, вот такая вот, ну, сложная композиция, многослойная. Вот. Ну, и это единственная комната, которая здесь в таком стиле, потому что молодым людям, знаете ли, классика еще рановато, да. Вот. И, конечно, наша любимая рисовая луна, которая здесь, как бы, создает вот немножко космоса. Мы продолжаем наше путешествие, опять же, за нами осталась вот эта вот, да, объединяющая арка, да, которая выглядит великолепно. Здесь проходной коридор украшаете вот не просто какими-то репродукциями, а это реальные картины, которые рисовались маслом, создавались под интерьер и здесь удачно очень вписались. Это и нужно, могу добавить, что это вот как раз единственное место, где вот в данном объекте, где было возможно повесить картины, то есть больше здесь практически просто опять же отсутствие стен, короче говоря. Ну, проходная зона, вот здесь вот явственно у нас такая развязка и ощущается вот эта вот вся ломаная конструкция, но тем не менее я бы хотела пройти сюда и вот здесь у нас организовалась кухня. Заказчики попросили, значит, чтобы кухня со столовой была объединена и поэтому такая форма кухни получилась. Это у нас зона рабочая и зона, собственно, столовая. Ну и для того, чтобы не создавать здесь опять же тесноты и в то же время отсекать гостиную зону от запахов и звуков, свойственных кухням, мы сделали вот такую вот стеклянную перегородку, украсили ее вот таким пескоструйными рисунками, которые еще имеют большое значение, особенно когда есть маленькие дети, им свойственно носиться и ничего не замечать. Теперь, значит, это будет естественным таким препятствием, чтобы никто, значит, в эту стеклу не врезался. Ну, на самом деле, смотри, вы настолько тонко подошли, потому что я знаю, что это опять же, да, по индивидуальным эскизам создавался рисунок, вплоть до учета вот таких вот мелочей и с той и с этой стороны это все играет и как бы соединяет по цветовой гамме еще. Ну, золотые стразы тоже родились уже прям-таки, можно сказать, в последний момент, когда было понятно, что нужно будет всю фурнитуру делать в золоте, потому что, ну, хром был бы здесь неуместен, ну, как-то вот все-таки больше классики. И вдруг Франц наш, опять же, гениальный, берет просто одну стразинку вот так вот приложил и говорит, как по-твоему? Я думаю, настолько мне понравилось, как-то сразу нарядно стало очень. Собственно, кухонное пространство, ну, кухня и столовая, да, будем так говорить, получилось немаленьким. Соответственно, как бы напольное покрытие вполне логичным для этого помещения. Здесь рабочая зона. Кухня, опять же, решена в основном, как бы, в классике, в контексте всей квартиры. Эта колонна абсолютно часть несущей конструкции, ее девать некуда, поэтому ее постарались сделать так понарядней. Ну, и в силу того, что это кухонное помещение, значит, облицовка, здесь у нас была керамика. Потому что, опять же, легко обслуживается и выглядит довольно нарядно. А, собственно, вот у нас идет череда, да, окон в офисном помещении вполне логично, потому что рабочее пространство. Здесь же это вот пришлось драпировать вот так вот текстилем. Подобрано, нужно сказать, великолепно. Ну, все-таки профессионал. Здесь у нас гостиная. И я должна обратить внимание, что вот так вот нарядно у нас сегодня благодаря, да, фирменному салону Ронда, который нам и предоставил цветочной композиции для съемок. Давай прервемся на пару минут, посмотрим интересный сюжет и продолжим рассказывать, что у нас происходит там в гостиной. Чем мне нравится компания Буси, так это тем, что всегда можно узнать что-то новое, всегда можно проконсультироваться. И вот сфера вашей деятельности, она неуклонно растет. То есть это не только поставки на рынок отличной осветительной техники, но и сегодня мы говорим о том, что вы шагнули совсем в другой профиль, то есть вот вас шатнуло совсем в другую сторону, но, наверное, это не случайно. Почему компания Буси забрала под свою юрисдикцию, под свое крылышко журнал «Ваш дом»? Для этого существует несколько причин. И, наверное, самая главная причина, вот как раз то, что вы, Ангелина, говорите, что люди приходят, люди спрашивают, люди интересуются, люди звонят вам в редакцию, люди узнают что, почему, откуда. И на самом деле эти вопросы не заканчиваются, потому что постоянно появляются новые поколения, которым нужно строить квартиры, делать ремонты. И они, люди, не знают просто, где взять эту информацию. И поэтому мы начали вот это наше сотрудничество с этим журналом. Этот журнал примечателен тем, что он существует на рынке уже 10 лет. И он не только сумел продержаться, и он не только постоянно предлагает новые интерьеры, не только объясняет и рассказывает, как это грамотно сделать, не только представляет наших дизайнеров, но он представляет, в общем-то, я бы сказала, наверное, нашу культурную часть, которая есть вообще по всему Казахстану. Здесь человек, который приобретает этот журнал, он не только получит информацию о том, какие бывают виды дизайна, чем они отличаются, потому что здесь эта информация, она уже, скажем так, на печатном носителе, это информация, которую можно перечитывать, если что-то забыл или что-то не понял. Плюс к этой информации, которую человек может прочитать, существует наглядная информация, это то есть фотографии реальных интерьеров наших реальных казахстанских дизайнеров, которые, поверьте мне на слово, нисколько не хуже, а может быть даже в чем-то намного лучше всех остальных, потому что наша страна, она настолько интересна, у нас симбиоз, у нас сплав культур, религий, разных национальностей, и поэтому у нас все очень своеобразно, оно все не похоже ни на кого. И когда у нас наши дизайнеры начинают делать интерьеры для нашего потребителя, это часто очень получается произведение искусства. И очень жаль, что этого не видит никто. И вот цель этого журнала показать это так, чтобы люди понимали, что любое сделанное творение руками человека, это является произведением искусства. И чем еще мне очень нравится этот журнал, и чем он еще отличается от всех остальных, дело в том, что, как правило, люди не хранят свою историю, они много чего забывают, потому что каждый день сегодняшний уже не похож на вчерашний, не все мы думаем о завтрашнем дне, все мы обеспокоены тем, как жить и что делать, но кто-то должен собирать по крупицам то, что есть. Потому что, с одной стороны, мы гордимся тем, что мы здесь живем, что мы здесь выросли, а с другой стороны, мы очень мало что знаем. И в каждом номере этого журнала мы можем увидеть все эти вещи скрупулезно собранные, с архивами, с архивными фотографиями. Кстати говоря, я когда первый раз взяла этот журнал в руки, первое, на что я обратила внимание, это именно вот на эти исторические странички. Там я нашла фотографии старой Алматы, это же фантастика. На самом деле, наша история, всегда же интересно посмотреть, во что превратился мегаполис, каким он был. Это где-то такие вот теплые воспоминания, да, слезы на глаза наворачиваются. И здесь это все есть, в этом журнале действительно можно прочесть историю нашего города. То есть здесь получается, что человек, который приобрел хотя бы один выпуск, он интеллектуально насытится, да, и получит информацию чисто бытовую какую-то, потому что здесь действительно очень много таких страничек, где рассказывается о том, что как правильно выбрать, что из себя представляет тот или иной агрегат, аппарат, как это, что это. Здесь есть мастер-классы, то есть, например, если человек увлечен какими-то делами, и вот в интерьер ему чего-то не хватает. Этот человек может сам сделать недостающий элемент вот этого декора своими руками из очень простых вещей. Все очень подробно расписывается в журнале. Человек массу может получить очень полезной информации, начиная от флористики и заканчивая, я не знаю, если человеку нужен какой-то, на самом деле, Ангелине, как вы говорите, агрегат или еще что-то, он именно получит подробную информацию. Если он забыл, он может вернуться и еще раз перечитать. И еще мне очень хочется сказать, что у нас сейчас только что мы буквально вчера получили с типографии новый выпуск журнала. Я просто рекомендую обязательно приобрести его как можно большему количеству людей, потому что в этом журнале, на мой взгляд, будет очень интересная статья. Это статья посвящена казахскому орнаменту, то есть его смысловому значению. Это то, что очень мало кто знает. Просто корреспондент, который занимался, журналист, который занимался вот этим материалом, он потратил пять месяцев, поднимая архивы, сидя в библиотеках и разговаривая с людьми. Поэтому вот уже новый номер журнала, мне бы очень хотелось, чтобы его увидели и прочитали как можно больше людей. Что еще мы сделали сейчас? Вот благодаря вашей программе мы объявили, скажем так, этот журнал объявил розыгрыш телевизора. Что требуется от людей? От людей требуется совершенно одна простая вещь. Нужно зайти в любой бутик Буси и по очень интересной цене в 150 тенге. Это только в наших бутиках купить один номер журнала и оставить свои координаты, то есть заполнить купон. Эти купоны потом будут в дальнейшем разыграны. И, кстати, хорошая новость. Компания Буси продлила этот конкурс, эту лотерею. Так что вы еще можете сделать это весь январь. То есть, получается, весь декабрь и весь январь вы можете приобретать эти журналы. Так что это двойная выгода, на мой взгляд. Ну, а телевизор вас ждет, так что спешите. Журналы еще в продаже есть, приобретайте, участвуйте в лотереи. Мы продолжаем наше путешествие, напоминая, что сегодня мы находимся в нестандартной планировке, которую вы не увидите, наверное, у себя, на примере соседей, родственников или еще кого-то. Это впервые в нашей программе. Автор идеи это у нас сегодня Олег Башмаков и Франц, которого мы очень редко видим. Сейчас мы находимся в гостиной. Мы уже говорили, что стеклянная перегородка. Мне кажется, вот в классических интерьерах и нет вот такого, да, как бы квартира-студия. Не предполагается. Но, тем не менее, по желанию хозяйки здесь появилось, но оно задержано. Давай подробнее о гостиной. Вот, собственно, да, это у нас идет мебель. Здесь уже конкретно классика. Мы заметили с Олегом, что как бы освещение у нас везде идет тоже же в этом стиле. Ты знаешь, я хочу обратить еще внимание, что вот тут у нас получается вот это вот пространство за диваном, да, оно свободное. Ты сказал, оно у нас предполагается для... Как только здесь люди заживут постоянно, там будут стоять кашпо с деревьями, с цветами. Сейчас просто пока боимся, что они помрут, пока хозяева приедут. А так это будет вообще вид, будет великолепный. Оживит. Да, да, да. Хотя я тебе должна заметить, что абсолютно как бы воедино все собрано. Цвета мне очень нравятся. И светлый, достаточно такой интересный интерьер. А окна, да, ну вот они у нас очень большим полотном. Как ты сказал, нету даже времени и места для того, чтобы, слава богу, нашлось вот в телевизору. А еще одно преимущество теперь уже, наверное, этой квартиры. Благодаря тому, что все-таки не стандарт, у вас получился вот такой вот... Это чела, вот опять же, со временем будет зимний садик. То есть здесь, как видишь, вот много свободного пространства. Это неспроста. Там тоже дендрологи предложили сделать такие зоны с деревьями, растениями. И будут развиваться. Давай пройдем посмотрим внутри, как у нас. Ну, можно даже сказать, что это такой французский садик. Весь текстиль, вся обивка, вся мебель. Здесь есть абсолютно уникальные вещи, которые тоже сделаны в единственном экземпляре. Так это полка для книг. Когда здесь вся вот эта зелень станет на место, здесь выпить чаю или почитать книгу будет просто одно удовольствие. Законченный вид, конечно, она приобретет, но мне кажется, и так вот потрясающе, потому что вот эта вот мягкая мебель там в Прованс, да, в стиле Прованса. Ну, я должна сказать, что вот все равно не оставили вот без каких-то таких вот украплений, чисто авторских, кроме вот этой вот, да, полки. Здесь вот напротив меня ангелы. Ну, это опять же вот Франц настоял, потому что без вот этой как бы миниатюры, мне кажется, здесь вот было бы не так романтично. Вот это тот самый штрих, который полностью завершил, да, вот атмосферу вот этого французского садика. Ну, и логично, что в каждой квартире должна быть спальня. Она здесь есть. Опять же, геометрия читается сразу, насколько она сложна по потолку. Потому что нужно было здесь поженить еще два помещения. Это спа. И обязательно было задание, чтобы присутствовала гардеробная. Нашли варианты, где можно было сделать, значит, хотя бы какие-то параллельные стены, потому что перпендикулярных здесь практически нет. Тем не менее, как ты видишь, собственно, спальня у нас удалась. То есть вот все, что должно быть по логике в спальне, да, великолепная кровать с прикроватными тумбами, комод для белья, комод, значит, телевизионный, ну, для того, чтобы посмотреть, можно перед сном какое-то любимое кино. Здесь у нас вход в гардероб, довольно вместительный. И еще есть даже вот тоже довольно традиционный такой уголочек у нас. Он был вынужденный, но он, опять же, у нас стал работать, да. Это туалетный столик. Мы вот это помещение называем так любовно-спа, потому что здесь, кроме классического, традиционного набора сантехники. Вот у нас сауна имеется, джакузи, и вот у нас за спиной еще и массажный стол. То есть возможность заняться собой, заняться своим здоровьем, отдохнуть душой и телом, погреться, принять ванну с солью и пригласить массажиста и еще получить массаж. Ну, полный комплекс, как ты уже сказал, да, спа-процедур, при этом не выходя из спальни, потому что у нас все это в одном пространстве. Я должна сказать, что уже не первый раз, да, мы видим в твоих проектах, когда ты вот в квартиру благоустроенный вносишь вот такую вот, ну, честно скажем, роскошь для благоустроенных квартир. На самом деле это оправдывает себя, при этом технология сегодня позволяет это делать. Поэтому почему бы не воспользоваться и вот так вот великолепно завязать все пространство. Что ж, в завершении, естественно, хочется подытожить и сказать, что на самом деле интересное пространство, оно всегда предполагает интересный, красивый интерьер, в котором, мне кажется, комфортно и уютно жить. И именно вот для этого, чтобы было комфортно и уютно, вы постарались, мне кажется, на свалу. Ну вот, собственно, и все на сегодня. Думаю, что полчаса вы с удовольствием провели перед экранами своих телевизоров в нашей компании. Я думаю, что они стоили того, чтобы потратить их на просмотр нашего выпуска. Впрочем, как правило, мы информации готовим гораздо больше, но, к сожалению, эфирные рамки не позволяют нам поделиться ее в полном объеме. Так что, если остались вопросы, звоните в редакцию. Наш редакционный телефон прежний. 327-66-27. Звоните в любое время. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем советам. Кстати, еще раз хочу напомнить, что викторина от компании «Буси» подошла к концу. Но еще пару недель мы ждем ответы на наш электронный адрес, который вы сейчас видите на своих экранах. И уже после этого будут подведены окончательные итоги. Внимание, 25 декабря шикарная люстра наконец-то окажется в руках победителя, а затем уже, разумеется, в его квартире. Так что следите за выпусками. А еще накануне Нового года мы с нетерпением ждем ваших идей по проведению тематических мастер-классов. Так что дизайнеры и декораторы, домашние умельцы и специалисты ждем и ваших звонков. На сегодня у нас все. Мы прощаемся с вами, но ненадолго. Мы и наш генеральный партнер торговый комплекс «Армада» уже в следующие выходные. Будем ждать вас здесь же. На телеканале «Алматы» со словами «Добро пожаловать в нашу уютную мастерскую». До свидания. Пока. Генеральный партнер программы «Торговый комплекс «Армада». «Армада». Субтитры подогнал «Симон»